Я хочу сегодня проповедовать на тему «Господь грядет». «Господь грядет». Очень интересная тема, потому что для тех, кто его ожидает, это благословение, это избавление, это избавление от долгов, это избавление от печали, это избавление от тех вопросов, которые они не в состоянии решить. Но придет он и положит конец многим, даже неразрешимым проблемам, и все изменит Христос. И этот же день он будет печальным для тех, кто не принимал его, кто отвергал его, кто ему не служил. На основании Библии я знаю, что человек создан Богом, и человек, слово «человек» состоит из двух слов – «пчело» и «век». И это говорит о том, что человек, он создан для вечного бытия. Верит в этот человек или не верит, впереди его ожидает вечность. Или вечность с Богом, или вечность без Бога. «Господь грядет». Это надежда христиан, это наше, наше отчаяние, это наши молитвы. И сегодня вопрос к нам, как мы ожидаем его. Большинство христиан, они верят в то, что он скоро придет, хотя не все к нему готовятся к этому моменту. Но он придет даже быстрее, чем некоторые из вас думают или предполагают. Причем Библия говорит, что он придет, как тать или вор ночью. Придет неожиданно. Христиане, они читают Библию, и они уверены, что они приготовятся, они соберутся с силами. В конце концов, все закончится для них благополучно. Но он грядет. И наша готовность – это наша ответственность перед Богом. Вообще, насколько мы готовы, даже лицо наше, оно говорит о том, как мы ожидаем его. Даже лицо наше. Вы скажете, почему? Потому что, представьте себе, если вы где-то встречаетесь с любым человеком или ожидаете человека, встречаете на свидании. Какое ваше лицо? Даже лицо наше, оно говорит о том, настолько мы его ожидаем. Но он грядет. Слава ему во веки веков. Первое место, на которое хочу обратить ваше внимание, это 49-й псалом Асафа, один из первых псалмов Асафа, где псалмопевец, он призывает в свидетелей землю. Призывает землю, чтобы земля прислушалась. Потому что это важное послание, послание особой важности. Бог Богов Господь возгласил и призывает землю. От восхода солнца до запада. Сиона, который есть вверх красоты, является Бог. И дальше написано, грядет Бог и не в безмолвии. Грядет Господь и не в безмолвии. Что для меня интересно, что это было пророчески сказано еще в то время. То есть еще, когда жил Асаф, они уже говорили, проповедовали и верили, что Господь грядет. То есть они издали, слышали голос грядущего. И они видели признаки пришествия Иисуса Христа на землю. Поэтому здесь особое обращение к христианам и особое послание. Ниже там написано, «Соберите мне святых моих, искупленных, вступивших в завет со мною при жертве». То есть это обращение, особое послание к христианам. Почему важно это послание? Потому что не все те, которые называют себя христианами или верующими, таковыми являются. И это слово говорит, что будет отбор, будет распределение. Но сегодня он говорит, «Соберите мне народ тех, которые поверили в жертву Иисуса Христа на Голгофе. Соберите тех, которые заключили завет с ним». И дальше тут написано, дальше идет обращение как бы к Израилю, но это обращение и к церкви. И я не читаю, скажу своими словами, Бог говорит к Израилю, что ваше особое положение пред глазами всего, всех народов, это ваша особая ответственность. Успокаиваться не надо, что вы как привилегионные, как бы лучше общества, но вы обратите внимание на вашу ответственность. Дальше Бог говорит, что Бог является единственным тем, кто достоин поклонения и кому мы должны служить, потому что Он является источником жизни. Поэтому я хочу, и дальше Бог говорит, «Я не за жертву вас буду укорять, не за то, что вы делаете, но мое послание особой важности, мои претензии к вам в том состоят, что вы мало благодарите меня и ваше служение, оно не является богобоязненным». То есть два момента, на которые Бог обращает здесь внимание. И я хочу, чтобы просто вы это услышали. Вы должны быть благодарны и вы должны быть благоговейны. Если эти два момента будут, значит, это уже говорит о какой-то готовности встречать того, кто, как я уже сказал, грядет. Почему? Потому что, если смысл, например, в служении, если смысл в крещении или в хлебопроломлении, если в человеке отсутствует страх Божий, если он просто живет, как получается. Поэтому вот это предупреждение сегодня, оно звучит сегодня для всех нас. Я читаю теперь из 14 стиха. «Принеси в жертву Богу хвалу и Всевышнему воздай обеты твои». Это то, что ожидает Бог. «И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вы дома перечитайте весь псалом. У меня нет времени, чтобы просто говорить долго об каждом стихе. Но это послание очень серьезное. Смотрите. «Призови меня в день скорби». Что это значит, например? Что, о чем это говорит для нас? Это разговор говорит о том, кому ты обращаешься в трудное время в свою жизнь. Кому ты обращаешься, оттуда ты ожидаешь помощи. Или это предмет твоего упования. Правда состоит в том, что в трудное время мы обращаемся к тем людям, которые нас любят. А если любят, то они расположены нам помочь. «Призови меня в день скорби», здесь написано, «и я избавлю тебя». Смотрите, как просто. И дальше написано, «и ты прославишь меня». Я не знаю ваших проблем, но это слово, которым можно доверять. И ты прославишь меня. Я знаю, что у вас есть определенные проблемы. Но я хочу обратить ваше внимание, что решение жизненно важных проблем, оно зависит от нашего хождения пред Богом. Бог есть добрый и благой, и Его благоволение к нам. Но сейчас обратите на это внимание, что нас собрал сам Бог, и Он желает что-то важное нам сказать. Обратите на это внимание, «Грядет Господь, и не в безмолвии». Написано, когда Он придет, никто не знает, ни дня, ни часа, ни годы. Но Он оставил важные моменты, признаки Своего пришествия. И я сегодня хочу просто обратить внимание на признаки и пришествия Иисуса Христа среди христиан. На признаки и пришествия Иисуса Христа среди христиан. Они будут в природе, они будут во Вселенной и в мире. Но именно те признаки, которые относятся к нам или ближе к нам. И первый признак, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание, это потеря страха Божья. Потеря страха Божья. Вы сами можете проверять свое сердце, каким является ваше хождение пред Богом. А я хочу читать из этого же псалма, уже из 16 стиха. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои. Обратите внимание, что это особенный грешник. Это не тот грешник, который там вдали от Бога и церкви. А это тот грешник, который говорит о Боге, проповедует Бога, имеет отношение какое-то к Богу. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставления мои и слова мои бросаешь за себя. Как это может быть? Я слушаю и ничего не слышу. Или я слушаю и отношу это к другим. Или я слушаю, или не принимаю. Как это может быть? Дело в том, что если человек дружит с миром, первое, что он теряет, это зрение, как Самсон. И он, видя, не видит, а слышит, что не слышит. Почему? Потому что сердце огрубело настолько, что даже слушая конкретные призывы, человек не откликается на них. А сам ненавидишь наставление мое. Поэтому Бог говорит, как ты можешь это делать, проповедовать, если ты сам это не исполняешь. Если ты сам так не живешь. Бог говорит, это дерзость. И придет время, когда я все поставлю на свое место. Поэтому есть люди, которые используют Божью благодать как повод к распутству. Что это значит? Бог любит, Бог все и всех прощает. Поэтому они, живя или руководствуясь этим смыслом, они живут в основном, как получается. Но лицемерие их, оно отпечатком ложится на лица их. И это видно для окружающих. Бог требует искренного подвязания и чистоты. А сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями, что сообщаешься. Очень интересное заявление. Я хочу вам сказать, чтобы вы услышали, если человек оправдывает любой грех или беззаконие, это говорит о том, что он сам повинен в этом. Еще раз. Если человек оправдывает чей-то грех, это говорит о том, что он сам повинен в этом. И еще один момент. Если вы молча соглашаетесь с беззаконием, то вы сами беззаконники, и ваша вера – это обман и ложь. Если на ваших глазах совершается преступление или беззаконие, или грех, и вы молчите, потому что успокаиваете себя тем, что вы в этом не участвуете, вы невольно становитесь соучастником. Видишь вора, сходишься с ним. Вообще истина Божья и честность – это два неразделимых понятия. Поэтому наша жизнь, она должна быть светом для окружающих. Дальше смотрите. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Вообще можно сказать о здоровье христианина, можно судить по его разговорам. и послушав человека в течение пятидесяти минут, можно понять, насколько он здоровый или больной. Уста твои открываешь на злословие. Если, например, есть люди, которые именно так живут, они осуждают других, они злословят других. Я хочу вам сказать очень искренно, это высший марки лицемер. И это Богу не угодно. Это преступление пред Богом. Смотрите, как дальше написано. Сидишь и говоришь на брата твоего, и на сына матери твоей клевещешь. То есть ты злословишь, осуждаешь, клевещешь даже на тех, которых ты должен любить. Даже те, которые рядом, возле тебя. Даже тем, которым ты обязан своей любовью и дружбой. Ты и о них отзываешься плохо. Ты их судишь или злословишь. Еще раз говорю, о нашем духовном состоянии можно судить по нашим разговорам. И вы думаете, что это маловажно. Но я еще раз говорю, Бог говорит, что будет, одни будут по правую сторону, а другие по какую сторону? Он будет отделять, не я, он судья всех. И козлов поставит по левую, по одну сторону, а овец по другую сторону. Будет разделение. И сегодня, чтобы нам оказаться необманутыми, мы сегодня на это все должны обратить внимание. Есть люди, которые своими просто разговорами оскверняют церковь, сеют раздоры и сеют вражду. Поэтому, послушайте меня внимательно, ваше призвание не осуждать, но благословлять. Ваше призвание любить, ваше призвание прощать, ваше призвание нести благословение, жизнь и мир окружающим. Поэтому, один из важнейших признаков пришествия дня Господня в христианстве, это потеря страха Божия. И если вы просто на это обратили внимание, я хочу просто сказать, ответить на следующий вопрос, а как узнать, есть ли у меня страх Божий или нет? Очень просто. Если вы одинаково себя ведете, что на работе, что дома, что в церкви, то он у вас есть. Если вы здесь как ангелы, а помимо церковного здания вас трудно узнать, или о вас говорят и это верующие, то я хочу вам сказать очень искренне, просто в вашей жизни нету страха Божьего. Второй момент, как можно проверить, есть ли у вас страх Божий или нет? Примером для подражания у нас является кто? Кто? Смелее. Христос. Написано, взирая на Иисуса, на начальника и совершителя веры. Но для мной, христиан, он таковым не является. И все, что они делают, они сравнивают себя с другими. И вы знаете, что происходит? На фоне других они выглядят неплохо. Но я здесь, чтобы сказать, это слабое утешение. Это слабое утешение. Они живут приблизительно так. Они видят, как живут остальные, и говорят, какой смысл жить, жить святой жизнью, когда некоторые грешат, и Бог их не наказывает. значит, и мне можно. Еще раз. Люди, потерявшие страх Божий, их мерилом святости, и мерилом их христианства, является сравнение себя с другими. Но нашим образцом, нашим эталоном является Христос. для таковых, для которых он не является образцом, для тех, которые сравнивают себя с другими, они живут приблизительно так. Если и есть грех, то лишь бы люди не узнали. Это сравнение себя с другими. Это, можно сказать так, хоть и дрожу, но марку держу. «Лишь бы люди о мне хорошо думали, но важно, что думает о тебе и обо мне кто? Христос». Итак, есть ли во мне страх Божий или нет? Еще раз повторяю. Если вы одинаковы, когда вас хвалят и когда вас порицают, если вы не меняетесь ни в лице, ни в сердце, когда вас обличают, когда причиняют вам боль или горечь, если вы не закипаете, значит, страх Божий в вашей жизни присутствует. Если уже по-разному вы ведете себя дома, на работе и в церкви, это говорит о том, что в вашей жизни он, к сожалению, отсутствует. Но Господь что? Грядет. Смотрите, что... Я еще хочу, чтобы вы видели один стих с этого псалма. Это 49, 21. Там написано так, «Ты это делал, и я молчал». Вы представляете, что происходит? Почему Бог молчал? Потому что Он долго терпит нас. Потому что Он желает помочь. Потому что Он желает спасти. Слава Богу! Но послушайте, что делает человек. Ты это делал, я молчал. Но ты подумал, что я такой же, как ты. То есть человек решает, что судья, он заодно со мною. Он вместе со мной, Он понимает меня. Но Библия говорит, послушайте меня, хотя я молчал, но я все видел, и я все слышал. На каком основании я это говорю? Изобличу тебя и представлю при глаза твои грехи твои. Будет это, непременно будет. Никто этот момент не обойдет. Ты это делал, и я молчал. Но я еще раз повторяю. Но я все видел, и я все слышал. Это и есть жизнь в страхе Божьем, когда я хожу не перед людьми, а перед Богом. Почему-то многие на виду у других, они и терпеть могут, и сносить, и даже улыбаться. А когда нету определенных людей, когда они соприкасаются с теми, где уже нет надобности им скрываться, потому что там уже давно знают, какие они. Они просто представлены совершенно в другом цвете. И я здесь, чтобы сказать, это не потому, что они не могут себя вести нормально, а это потому, что в их жизни отсутствует страх Божий. Если бы они ходили пред Богом, то они были бы одинаковы в любом положении и в любых обстоятельствах. И Божий замысел состоит в том, чтобы вернуть страх Божий в свою церковь. Бог уже поднимается для суда, а его долготерпение – это твой шанс, это твое спасение. Человек, отвергающий страх Божий, он попадает в зависимость и грех. Но нет более сильного противодействия или противоядия греху, как страх Божий. Нет более действенного средства. И кто его имеет, тот будет благословен настоящей жизни и в будущей. Страх Господень, скажите вместе со мной, страх Господень. Это то, что Бог желает вернуть в каждую церковь. Это то, чем должны жить все христиане. Смотрите, как написано. Бойся Бога и заповеди ее соблюдай, потому что в этом все для человека. Екклезиаста 12, 13. Бойся Бога и заповеди ее соблюдай. Все. Ибо в этом все для человека. Это полнота, это все, это не чуть-чуть, это не половина, это все. И ходил Енох пред Богом, и что? И не стало его. А те, которые ходили перед людьми, они остались вместе со своими помыслами, своими размышлениями. Все получилось не так, как они представляли. И не так будет. Бог судить, как мы думаем. Он будет судить справедливым судом. И вы в этом убедитесь сами лично. Поэтому сегодня это предупреждение для каждого христианина будь бдителен и будь готов. Не за жертвы твои я укоряю тебя, с посещением у тебя, например, все нормально. С другими моментами тоже неплохо, но я обращаю внимание на твою благодарность. Какое твое сердце? И на твое благоговение предо мною. Есть ли в твоей жизни страх, Господень? Следующий момент или второй признак, который говорит о том, что Господь наш скоро придет, это лицемерие и лукавство. лицемерие и лукавство. Я даже прочитаю, что такое лицемерие. Лицемерие – это быть двуличным, это действовать притворно, это обманывать внешностью, это прикидываться смиренным, это льстить кому-либо. лицемерие. Христос обличал лицемеров. Иоанн Креститель, когда пришел, то пред лицемерами земля горела. Но как узнать, вот есть во мне лицемерие или нет? Я вам только один штрих приведу. Некоторые из вас, например, живя дома, они или игнорируют семью, или терроризируют ее. А когда приходят в церковь, они праведные и святые. Это лицемерие. Это самообман. Это преступление. Это ложь. Библия говорит об этом так. Имеющие вид благочестия, силы же ее отрекшихся, таковых удаляйся. 2 Тимофею 3,5. На виду все нормально. На людях все получается. Но когда никого нету рядом, нету никакого контроля, нету никакого страха. Самый жестокий обман, это обман самого себя. Лицемерие Богу не угодно. Отношение Бога к лукавым людям и лицемерным следующее. С чистым ты поступаешь чисто. С искренним что? Искренно. А с лукавым по лукавству его. А разве лукавый ничего не желает? А разве он ни в чем не нуждается? А разве он ни к чему не стремится? А разве у него нету нужд? Есть. И очень много. Но Бог говорит, а с лукавым по лукавству его, имеющий вид благочестия, послушайте, а силы и отрекшиеся, я имею в виду не только силу, чтобы творить чудеса. У некоторых нету силы даже, чтобы посещать церковь. У некоторых нет силы, чтобы любить и прощать. Нет силы. Нет силы. И я хочу, чтобы Дух Божий, проникая в ваше сердце, просто проверял ваше служение. скажите лично себе, вас, ваше служение вас восхищает? Оно вам лично нравится? Вы наслаждаетесь своим служением или вы просто отбываете какой-то номер? Служение на то и служение, что оно имеет в себе животворную силу и дух. Оно окреляет, оно оживляет. Если служение, которым ты служишь Богу, оно тебя не окреляет, то ты не можешь влиять положительно на других. Но слава Богу, что есть служение живому и святому Богу, которое несравнимо ни с чем. Аллилуйя! Я благодарю тебя, Господь, за то, что мы имеем в тебе. У нас есть привилегия. Мы избраны Богом. Мы избраны Его. Он нас сделал святыми. Он нас призвал. Но это определенная не только привилегия, но и ответственность. Это не время, чтобы почивать на лаврах. Как нибудь получится. А это время собраться с духом, собраться с силами и приготовить себя ко встрече с живым Богом. В чем опасность лицемерия? Несколько моментов. Но лицемеры питают в сердце гнев. если это явление случается в вашей жизни, это свойственно к лицу. Это свойственно к лицемерам. Следующее. Надежда лицемера что? Погибнет. Обратите на это внимание. Это бесполезная надежда. В свое время, когда пришел Иоанн Креститель, действия израильтян, они были очень, очень такими, можно сказать, с внешней стороны, очень правильными. Поэтому люди в то время посещали синагоги. Люди в то время давали десятину. Многое делали, даже то, что мы не делаем. Но пришел Иоанн, и он вскрыл их обман. И он показал их истинную суть, и он обнажил их двойственность и лицемерие. И он сказал, вы полагаете надежду на то, что вы дети Авраама, что вы даете десятину и посещаете синагогу, но, но, я хочу показать ваше истинное состояние. И что меня вдохновляет, когда он все это открыл, то многие, которые следовали за священником и первосвященником, они просто их оставили. Но я говорю, это для того, что с внешней стороны все было вполне прилично, выглядело, красиво, но все это был вид, но не было сути, и не было жизни. И Бог говорит, берегите захватки фарисейской, которая есть что? Лицемерие. Лицемерие. можно продолжительное время лицемерить, но этого недостаточно, чтобы встретить Иисуса Христа с радостью. Но лицемерие их, оно обнаружится пред всеми. Самый страшный обман, это обман самого себя. Можно сотни раз выходить сухим из воды, но если вы не избавитесь от лицемерия или греха, вы можете в этой воде когда-нибудь захлебнуться. Господь предупреждает, чтобы народ Господин хранил себя в святости. Да, мы живем в этом мире полного, полного греха, отступления и разврата. Вы можете плыть в вашей лодке по этой воде, воде этого мира, но опасность вам угрожает, когда вода окажется в лодке. От того, какое ваше отношение к миру и греху зависит, закончится ваше благополучное плавание или нет. Но сегодня Бог скрывает то, что в нашем сердце. Бог желает видеть нашу суть, нашу любовь и нашу искренность по отношению к Нему. Следующий момент это охлаждение любви в народе Божьем. На основании Библии я знаю, что в последнее время люди будут более эгоцентричны, нежели богоцентричны. То есть все внимание будет обращено на себя и на своих. Смотрите, как написано об этом в Библии. Второй Тимофею 3.1.2 читаю. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут какие? Самолюбивы. Это имеет отношение к себе. Сребролюбивы. Это тоже к себе. Гордые. Это наш эгоизм. Надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные. И вы знаете, было бы намного легче, если бы это относилось к миру. Вы сами бы сказали, да, это точно есть. Мы живем это время. Но Библия говорит, что это больше относится к нам, потому что ниже там написано имеющий вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Это те люди, которые гонятся за выгодой. Это те люди, которые ищут удовольствия. Они используют церковь, чтобы служить самому себе и своим целям. Все вокруг меня, если кружится, значит и церковь нормальная. Если нет, значит я не сюда попал. Эгоцентричны, они богоцентричны, поэтому они живут своими желаниями, своими нуждами, но не божьими. Бог говорит, мне поклонись и мне единому ты служим. Поэтому Библия, подводя итог, говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Какая ваша любовь к Иисусу? Горит ли ваше сердце этой любовью, чтобы ему служить и ближнему? И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И последнее, на что я хочу обратить внимание, это признаки пришествия Иисуса Христа среди тех, которые называют себя верующими. Это беспечие и равнодушие. Беспечие и равнодушие, вообще беспечие и лень, это самые пагубные из всех пороков. Равнодушие повергает человека в спячку. Библия об этом говорит так. И как жених замедлил, то задремали все, что и уснули. То задремали все и уснули. Самая страшная вещь, это безразличие, это равнодушие. Если с этим не бороться, оно способно погубить любого, я еще раз повторяю, любого человека. Равнодушие это паралич души. Равнодушие это преждевременная смерть. вот почему в Библии написано горе беспечным на Сионе. Сион это церковь, поэтому все люди, которые имеют какое-то отношение к церкви, это люди бодрствующие. Там нету никакого расслабления, там нету никакого отпуска, там постоянная стража, там постоянная готовность отражать дьявольские атаки. Итак, равнодушие и беспечие. Главный стих это Луки 17, 28, там и 30 написано. Как было в дне лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день который лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех, так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. Так будет, так было и так будет. Какое мы можем извлечь, какие уроки из этого послания? Содом и Гомора в то время, они были процветающими городами, они не испытывали ни в чем, никакой нужды, и ничто не предвещало тем более беды. Все было ровно, стабильно и спокойно. Поэтому, когда пришел суд Божий, люди эти были застегнуты врасплох. Даже Лот не предполагал о грядущем суде. Поэтому он для нас может служить примером просто такого плотского христианина, живущего по плоти. Почему? Во-первых, потому что он поселился возле развратных и грешных людей, возле Содома. Во-вторых, по тому, какую он жену себе взял. А в-третьих, какие у него были дети. Это для нас пример. Но что, на что еще надо обратить внимание? Когда он начал удаляться от путей Божьих, или когда христиане удаляются, они пожинают потом горькие плоды. И посмотрите, что делает Бог. Бог посылает к нему ангелов своих. Если бы Бог не послал, он бы был бы застегнут врасплох. Но написано, пришли ангелы и начали торопить Лота, потому что Бог нашел в нем что-то доброе. Написано, этот праведник, он мучился в праведной душе своей. И таким образом, уже с Божьей помощью, он вышел из Содома, который был сожжен огнем. Господь наш грядет, но в последнее время он посылает своих ангелов, чтобы поторопить нас быстрее оставить территорию Содома. Что здесь меня больше все удивляет, что даже на то, что Бог вмешался и Бог предупредил, жена его, тем не менее, что оглянулась. Библия говорит, вспоминайте жену Лотову. Почему она оглянулась? Потому что она совершенно потеряла страх Божий. Она совершенно потеряла страх Божий. И Библия говорит, вспоминайте жену Лотову. Я хочу, чтобы это послание, оно вошло в наше сердце и в наш дух. И оно просто поспособствовало нашему приготовлению ко встрече того, в которого вы уверовали, ко встрече с тем, который вас простил, омыл и оправдал. Мое послание сегодня к вам Господь грядет и не в безмолвии. Он предупреждает. Он говорит о признаках свое пришествие, чтобы ты, чтобы когда он явится во второй раз, это не было для тебя полной неожиданностью. Поэтому Христос, он говорил так, а что говорю, говорю всем, что борствуйте. Беспечие, равнодушие, это не наш удел. Пришло время собраться с силами. Пришло время привести свою жизнь в порядок. Пришло время ходить не перед Богом, но перед людьми. Если вы анализируете свою жизнь, вы можете проверить, что вашей жизни не хватает. Если страха Божия, то мы должны молиться о том, чтобы Бог возвратил страх Божий в народ Божий. Нам нужно присутствие реального Бога, чтобы этот страх возвратился. Если вы чувствуете, что ваше служение двойственно и лицемерно. Бог, помоги нам сегодня снять маску, чтобы не называться, но быть. Если вам трудно, если вы устали притворяться, выйдите на истинный свет. Многие живут в грехах только потому, что об этом другие не знают. Послушайте, придет время, о котором я сказал сегодня, изобличу тебя и представлю при глаза твои грехи твои. Одно дело, когда ты сам пришел и покаялся, а другое дело, когда люди об этом уже узнали. Это совершенно разное хождение, разное покаяние. Иди не по тому к Богу, что кто-то знает или не знает, иди ради своей собственной души. Сегодня примиряйся с Богом. Сегодня наблюдай за твоими разговорами. Пусть действительно Божья кровь и благодать коснется твоих уст. Пусть придет огонь от жертвенника и прикоснется к твоим устам, чтобы они были исцеленными и здоровыми. Мы носители жизни, а не смерти. Мы люди не осуждения, но обличения. Слава Иисусу Христу. Послушайте, я читаю еще один стих, и мы будем молиться. Библия говорит так, потому, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Это Божье предупреждение. Послушайте, две категории людей. Это упорные невежды, это те люди, которые не открыты для учебы, не открыты для обличения, не открыты для исправления. Ибо написано, упорство невежд убьет их. Следующая категория, и беспечность глупцов погубит их. То есть, если человек беспечен, значит, он недостаточно умный. Он может выдавать себя за великого, за знатного, но беспечие это больше приличествует кому глупым. Мудрый человек, он собран, он ответственный, он богобоязненный. И дальше написано, какая же надежда праведников, слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Христос грядет и будет раздел. Потому что не все, кто называет себя верующими таковыми, являются. Но он придет и поставит одних по правую сторону, а других что? По левую. Какая надежда праведников? Какая надежда наша? Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, независимо от того, что будет вокруг вас происходить, независимо от того, что ждет вас в будущем. Вам это гарантирует Бог и Писание будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Слава Богу за это обетование. И последние, братья и сестры, как в свое время пришел Иоанн Креститель и приготовил путь для Господа, изобличив лицемеров, изобличив тех, которых отсутствовал страх Божий. Так точно помазание последнего времени оно сойдет на многих. Сойдет на тех, кто не жил и не дружил ни с каким компромиссом. Сойдет на тех, кто не имел страха перед людьми. Оно сойдет на тех, кто безоговорочно последовал за Иисусом. И оно приготовит их ко встрече с живым Богом. В этом надежда христиан. Я это ожидаю. Будет большое излияние силы Божьей. Почему? Потому что это помазание должно приготовить церковь ко встрече с Иисусом. Господь наш грядет. Да будет имя Бога благословенно в каждой жизни. И да будете вы готовы во имя Иисуса Христа. А если этого нет, то Бог дает тебе шанс и возможность. Ты это делал, а я молчал. Но всегда, когда он молчит, в этом особый разговор, и он обращен лично к твоей душе. Христос, когда ее распинали, когда над ним глубились, когда плевали ему в лицо, он молчал. Вы читали об этом? Вы слышали об этом? Он молчал не потому, что ему было не больно, не потому, что он этого не замечал. Он молчал. Он молчал, но для моего сердца он однажды сказал, я люблю тебя, я люблю тебя, и только поэтому я молчал, я молчал долго, не потому, что я не знаю, не потому, что я забыл, и не потому, что я не видел, но потому, что я люблю тебя, потому, что я умер за тебя, потому, что я долго терплю тебя, потому, что я хочу тебе помочь и спасти тебя. Используй это время. Время для тебя благоприятные приведи свою жизнь в порядок примирись с богом и скажи господь я поклоняюсь тебе я отвергаю свою гордыню я смиряюсь пред тобою я прошу господь помилуй меня сейчас помилуй меня сегодня я хочу просто сегодня молиться за тех кто в этом нуждается если вы готовы просто отдать свое сердце иисусу сделать это сегодня потому что этот день бог сотворит для вас я специально организовал эту встречу чтобы ты был здесь и услышал мой голос еще раз увидел мою любовь мое долготерпение и мое благоволение к тебе приди к нему если вы чувствуете что вашей жизни есть двойственность приведите вашу жизнь в порядок пожалуйста идите к богу идите к алтарю и скажите господь помилуй меня я жажду твое прощение я ищу твоей милости господи спаси меня да будет имя бога благословен и да будет народ приготовлен ко встрече с грядущим во имя иисуса христа аминь